Здравствуйте, уважаемые друзья! Я рада приветствовать вас на удивительной конференции Здоровье вместе с Вижем. Сегодня мы поговорим о преимуществах новых локальных продуктов российского производства, которые уже поступили в продажу. Это Antioch, Bismarck, Mega, Brain и Fieldform. Почему именно эти продукты? Потому что мы сегодня представляем самые востребованные продукты. Формулы продуктов, произведенных в России, аналогичны европейским. Сейчас в работе уже следующие продукты, которые пополняют ассортимент российского производства. И начнем мы с вами небольшой экскурс в знакомый нам продукт Mega, но Mega уже российского производства, Mega Air. И здесь указаны основные действия этого продукта. Это здоровье и молодость клеток, это продвижение жизни клеток, это улучшение взаимодействия всех органов и систем, это улучшение состояния стенок сосудов. За счет чего же это происходит в организме человека? За счет того, что в этом препарате, в этом продукте содержатся такие удивительные ингредиенты, как рыбий жир, кедровое масло, витамин Е. Рыбий жир в нашем продукте получен от лучших породокеонических рыб, с повышенным содержанием ненасыщенных жирных стеклов. Что жрает нам прием этого продукта? Первое, это профилактика заболеваний в сердце и сосудах. Значит, профилактика транспироза, инфектов, инфарктов. А вы знаете, что эти заболевания сейчас занимают первое место в осметности в экономически развитых странах. За счет чего восстанавливаются мембраны клеток? За счет того, что полиненасыщенная жирная кислота встраивается в мембраны, связывается с кустолепидами и улучшает и восстанавливает текстуру мембран. Особенно были доказаны очень хорошие результаты по восстановлению эндотелия сосудов. Были получены исследования даже о том, что когда люди регулярно употребляют полиненасыщенные жирные кислоты, эндотелия сосудов становятся таким чистым, что к нему уже не могут прикрепиться тромбоциты, которые являются виновниками тромбозов. Второе важное свойство рыбьего жира – это влияние на беременность. Это тоже очень важный момент для жизни любой семьи, любого человека. Если мужчина и женщина, которые вступили в брак, планируют беременность и начинают пить рыбий жир, насыщенной жирной кислоты, их организм и их половые клетки насыщаются витаминами, микроэлементами, и половые клетки становятся полноценными, активными, и начинается здоровый ребенок. Если мама во время беременности пьет рыбий жир, то это очень положительно влияет на развитие координации движений. Дети начинают быстрее ходить, раньше садиться, вставать на ножки. Кроме того, ненасыщенные жирные кислоты рыбьего жира, они участвуют в построении коры головного мозга, развитии зрения за счет того, что здесь содержится еще много витамина А. Третий эффект – это выраженный антигистаминный эффект. Я сама, когда изучала, смотрела научные исследования по влиянию рыбьего жира, тоже была немножко удивлена тем, что рыбий жир оказывает выраженный антигистаминный эффект, это проблема века, аллергия. И оказалось, что ненасыщенные жирные кислоты, они как раз снижают риск развития аллергических реакций. За счет того, что они укрепляют мембраны клеток всего организма. И учеными было доказано, что как только в организме человека снижается в питании содержание ненасыщенных жирных кислот, то мембраны начинают истончаться, и чувствительность их к гистамину и биологически активным веществам, негативным, просто блондинам, она резко повышается, и возникают различные аллергические реакции. А вот рыбий жир как раз этот процесс останавливает. И поэтому я рекомендую всем, кто страдает аллергией, и у кого есть предрасположенность к аллергии, обязательно в комплексное лечение добавлять полиненасыщенные жирные кислоты. То есть наш продукт, наш продукт, нет, четвертая возможность нашего продукта, это предупреждение развития остеопороза. Это тоже глобальная проблема века остеопороз. За счет того, что рыбий жир содержит больших количеств витамин D, витамин A, он помогает активно усваивать костные ткани, фосфор и кальций. И поэтому он эффективен не только в профилактике остеопороза и остеохондроза, но и в профилактике вывихов и переломов. Для профилактики вывихов всевозможных и переломов случайных необходимо обязательно регулярно использовать рыбий жир. Кроме того, при переломах рыбий жир ускоряет консолидацию костной ткани. Пятая возможность рыбьего жира, который входит в состав книги, это повышение иммунитета. Особенно резко повышается гуморальный иммунитет за счет того, что рыбий жир содержит много витамина А, а витамин А является одной из составных частей иммуноглобулина А. Нормальное содержание иммуноглобулина А позволяет человеку вообще не болеть никакими воспалительными заболеваниями кожи и слизистой. Но, к сожалению, у нас в Красноярске, по данным научно-исследовательского института иммунологии, мы проводили здесь исследование в течение 10 лет, и это было показано, что каждый третий ребенок и каждый пятый взрослый имеет отсутствие, то есть селективный дефицит этого иммуноглобулина. Поэтому у нас в городе очень много аллергии, очень много воспалительных заболеваний слизистых и кожи. Вот я нашла исследование, когда ученые проводили вот как раз комплекс лечения акидов у детей, добавляли рыбий жир. Было показано, что выздоровление таких детей увеличивается, сокращается в 3-5 раз. И поэтому рекомендовали при лечении и профилактике акидов обязательно давать детям и взрослым вот как раз рыбий жир. Очень хорошо рыбий жир профилактирует грипп и остеоплеспиратурные вирусные инфекции, способствует тому, чтобы эти инфекции быстрее проходили, если человек заболел, особенно ребенок. Следующее влияние рыбьего жира – это кожа. Что же делает рыбий жир с кожными покровами? Он предупреждает воспалительные заболевания кожи, особенно в волотистой части головы. Сейчас тоже большая проблема у людей, особенно у женщин. Я встречаю очень часто воспаляется, даже нагнаивается кожа головы. И вот употребление рыбьего жира как раз восстанавливает кожные покровы головы и всего тела. Кроме того, рыбий жир является основным средством профилактики грибовой сыпи у подростков. Профилактика ранних мужчин у мужчин и женщин. Очень эффективно добавлять его немножко в маски косметические. Кроме того, витамин D и ненасыщенная жирная кислота делают нашу кожу ровной, эластичной. Тургар повышается. И вот очень интересное свойство рыбьего жира – он сглаживает рубцовые дефекты. И поэтому людям, у которых есть какие-то порезы, ожоги, например, после кесарево сечения рекомендуется употреблять рыбий жир. И за счет употребления рыбьего жира, вот эти рубцовые дефекты, они будут сглаживаться и станут невидными. Еще если гель-миленим добавить, то будет просто вообще, наверное, потрясающий результат. Кроме того, рыбий жир предотвращает ломкость ногтей и сухость кожи. Следующий эффект рыбьего жира – это волосы. При употреблении рыбьего жира, который уходит в состав нашего продукта Мега, волосы становятся эластичными, объемными, густыми, блестящими, ускоряется их рост, улучшается структура. Но самое важное, вот то, что я нашла и заметила, это предупреждение и лечение облысения. Ну, очаговая лапеция, она вот у нас в городе очень часто встречается у женщин при стрессах. Это учителя, это женщины, которые с несочной нервной системой, во время развода выпадают волосы и остаются такие небольшие участки облысения. Так вот, рыбий жир как раз очень быстро убирает вот эти вот дефекты и улучшает самочувствие женщин, потому что он питает фолликулы волос. Следующий эффект – это рыбий жир устраняет лишний вес. Вот это тоже удивительно такой факт, обратите на это внимание. Японские ученые на протяжении 5 лет исследовали влияние рыбьего жира на обмен жиров и доказали, что употребление регулярного рыбьего жира в течение 9 месяцев резко повышает липолис из разрушения жира и снижает массу тела на 1,5-2 кг в неделю при обычной диете. Я знаю, вообще, конечно, удивительно. Для меня даже тоже. Я посмотрела, меня поразило. Надо попробовать. Следующий эффект – это артриты. Тоже заболевание века. Артриты, артрозы очень часто сейчас встречаются. Рыбий жир снимает воспаление сустава, помогает выздороветь суставом, ингибирует работу ферментов, разрушающихся длительную ткань и клещевую ткань. Сейчас очень много у нас в городе людей, которые ходят с палочками, с бодажками, у которых искусственные суставы. Очень многих моих знакомых убрали суставы. К сожалению, это не принесло ожидаемого результата. А вот употребление рыбьего жира как раз что делает? Он ингибирует вот эти ферменты, которые разрушают длительную ткань, вызывает болевой синдром. Но в конечном итоге болевой синдром настолько сильный, что люди готовы удалять свои суставы. Кроме того, прием рыбьего жира облегчает боли. Следующий ингредиент. Мне пришлечный рыбий жир понравился. Столько интересного о нем я нашла и хотела с вами тоже поделиться. Сидоровое масло, которое входит в состав медиа, тоже обладает очень высокой концентрацией полиненасыщенных жирных тислот, витаминов и микроэлементов. Прием его обеспечивает следующие эффекты. За счет высокой концентрации линолевой и линоленовой кислоты, кстати, любое растительное масло, если вы будете его читать и смотреть, что на нем написано, что если линолевая кислота менее 5%, то это масло лучше не употреблять в пищу. Самое лучшее растительное масло, которое содержит 56% линолевой и линоленовой кислоты. Так что же делает кедровое масло за счет своего такого состава? Первое и главное, оно улучшает мозговое и периферическое кровообращение. Убирает, уменьшает шум в голове. Очень много людей страдают с такими шумами за счет того, что нарушен кровоток в мозге. И поэтому употребление как раз кедрового масла убирает этот симптом и сглаживает его. Кроме того, кедровое масло насыщает организм кислородом, нормализует липидный обмен, восстанавливает клеточные мембраны, является мощнейшим гепутопротектором. То есть восстанавливает клетки печени и улучшает ее антитоктическую функцию, способствует тому, что печень начинает вырабатывать в большом количестве противосвертывающие факторы, вырабатывает белки, депонирует гликогенты. Все функции печени восстанавливаются за счет регулярного приема кедрового масла. Кроме того, кедровое масло обладает выраженным антисклеротическим действием, профилактирует старческие заболевания, леггеймера, слабоумие и так далее. Снижает в пролиферацию мутационно измененных клеток, профилактика рака, нормализует функцию предстательной железы. Это тоже проблема века, сидячий образ жизни, компьютеры, машины. Очень многие мужчины страдают как раз с нарушением функции предстательной железы. Им тоже необходимо рекомендовать вот как раз кедровое масло. Кроме того, кедровое масло нормализует секрецию желудка, уменьшает интоксикацию при приеме лекарственных препаратов. Обладает сильным фитонцизным эффектом, ускоряет заживление ран и способствует синтезу бифидобактерий. Обратите внимание, кедровое масло способствует синтезу бифидобактерий. Особенно такой бифидобактерий, как антирегулярист. Эта бактерия нормализует кислотность желудка. То есть регулярный прием кедрового масла сделает гипоцидный гастрит нормальным и гипероцидный гастрит нормальным. Тут же очень такой эффект удивительный. Кроме того, снижает риск воздействия неблагоприятных факторов среды. Мы живем в основном в экологически загрязненных городах. И поэтому, конечно, мы даже обязаны употреблять этот продукт, чтобы обезопасить себя от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. Кроме того, кедровое масло ускоряет выздоровление при гриппе, острых респираторных инфекциях, нормализует работу плаценты, улучшает процессы газообмена у плода. И клинически доказано многочисленными исследованиями педиатрических институтов, что дети, которые регулярно принимают кедровое масло, имеют хороший иммунитет, хороший аппетит, здоровый сон и, самое главное, сбалансированную работу желудочно-кишечного тракта. И вы все знаете, что сейчас очень большая проблема у деток, даже детей до года, до года, дети страдают с запорами, и это считается нормой, но это безобразие. Дети должны ходить в туалет 2-3 раза в день. И поэтому прием кедрового масла, он позволяет нормализовать работу желудочно-кишечного тракта у взрослых, у детей. И хочу несколько слов сказать о витамине Е, потому что вы его знаете, о нем очень много мы говорили, с нескольких моментов и штрихов, потому что время течет катастрофически, очень много хочется вам сказать. Значит, витамин Е предотвращает процесс окисления в клетке, усиливает тканевое дыхание и помогает в синтезе витамина А, витамина Д и снабжает организм кислородом. Отличия продуктов европейского и российского производства. Обратите внимание, в меде, которая была европейского производства, рыбьего жира, 87 мг, в нашем 150 мг, и масло кедровых орехов, о котором я вам рассказала, витамин Е, когда он идет со смесью токоферолов, его активность увеличивается более чем в 5 раз. Это как раз нам и нужно для того, чтобы у нас все было хорошо. Это продукт, который вы все знаете, который вы все любите. Здесь написано, что он делает. Я не буду повторяться. Я хочу остановиться на том, что меня удивило, поразило и вдохновило, так скажу. Ну вот главные ингредиенты это экстракт винограда, цинк, витамин С, бета-каротин и силин. Я остановлюсь только здесь на катехинах. И антоцианиды. Это вещества, которые обладают самой высокой био-антиоксидантной активностью. Они предотвращают поражение клеток перекиси. Перекиси они имеют противоаллергическое, противовоспалительное и противоопухолевое свойства. Вводят шлаки и токсины. Улучшают состояние кожи. И вот смотрите, обратите внимание, убирают пигментные пятна. Вот мы были во Вьетнаме, я обратила внимание на кожу. И пигментные пятна, в общем-то, встречаются. И поэтому предлагаю убрать эти пигментные пятна приемом вот как раз катехина. Кроме того, это мощные онкопротекторы. И хочу немножко напомнить, что свободные радикалы – это нестабильные фрагменты молекул, которые разрушают генетический аппарат клетки и являются очень агрессивными. Они приводят к раннему старению, аллергиям, рассеянному склерозу, барикозному расширению вен, артритам, катаракте, диабету, болезням альцгенера. Цинк является одним из основных элементов, который входит в состав фермента главнейшего антиоксидантного супероксиддисмутазы. И мы проводили исследование и показали на школьниках, что в марте у детей уже увеличивается количество перетиси в крови. И очень низкие показатели супероксиддисмутазы. В это же время мы провели исследование фруктов и овощей на содержание в них витаминов. И оказалось, что мы проводили это исследование в Сфиле, медицинского университета, что в овощах и фруктах в марте никаких витаминов уже нет. Единственное, мы нашли витамин С в квашеной капусте. И поэтому очень важно и очень нужно употреблять наш продукт, чтобы повышать как раз антиоксидантную защиту. Витамин С, вы тоже знаете его важность и активность. Это водорастворимый антиоксидант, который стимулирует свойства витамина Е и других натуральных антиоксидантов. Бета-каротин – это предшественник витамина А, и он входит в состав иммуноглобулина А. Я говорила о его важности. Природа изначально защищает младенца тем, что молоко матери первые три дня и молоко животных содержат в больших количествах молозива. Молозива наполнена бета-каротинами и витаминами А и иммуноглобулина МА. И когда ребенок получает первые три дня молозива, то его слизистые кожи защищены в дальнейшем на всю жизнь от воспалительных заболеваний. И когда была такая порочная практика, что детям первые три дня не давали материнского молока, когда матери сцеживали молозиво в простыне и полотенце, дети потом получали материнское молоко без молозива. И я отслеживала катамность для этих детей. Все дети страдали с заболеваниями кожи, слизистыми заболеваниями глаз, желудка и так далее. Поэтому это все очень важно, это доказано научно. Филен. Тоже знаете о нем очень хорошо. Филен – это аналог цинка, и он сходит в состав блютатиомпероксидаза. Это тоже фермент, который предупреждает окисление клеток. И здесь мы видим с вами как раз отличия продукта европейского и российского производства. И вы посмотрите, мы с вами очень много говорили про антоцианиды. Их здесь большое количество, более 140,5 мг. Я вам рассказала, какие важные, какие нужные составляющие для нашего здоровья. Ноктат цинка, он лучше усваивается в фермент супероксидазмутаза и увеличивает ее активность. Вместо филеновых дрожжей феликсен тоже более активный и уменьшает аллергические реакции. Но дрожжи сейчас не очень нам всем подходят. Потому что очень много фильмов и научных исследований о все-таки вредном воздействии дрожжей. И я не сказала вам о еще одном составляющем антиокса, это гинкобилоба. Вы тоже знаете о продукте, о этой травке, об этих листиках очень хорошо. Но хочу обратить ваше внимание, что гинкобилоба это один из сильнейших продуктов, который улучшает текучесть крови. Особенно в мозге улучшает мозговое кровообращение. А людям, чтобы улучшить текучесть крови, назначают препараты типа варфарина, которые являются крысиным ядом. Поэтому гинкобилоба она незаменима для того, чтобы у людей все-таки диакция в крови была нормальная. И после, например, операции обязательно необходимо употреблять наш продукт антиокс. Кроме того, гинкобилоба восстанавливает сосуды головного мозга. Она как бы репарацию производит сосудов головного мозга, которые были повреждены. Поэтому показано после инсультации. Улучшает мозговое кровообращение. Повышает умственную работоспособность. Повышает качество жизни в преклонном возрасте. Кроме того, гинкобилоба блокирует слепание тромбоцитов. Это очень важно. Это чрезвычайно важное его свойство. Кроме того, предупреждает повреждение нейронов мозга. И усиливает как раз связь нейронных модулей. За счет этого улучшается у человека слух, речь, зрение, память и двигательные функции. Двигательные функции, когда нарушаются, люди начинают падать. У них крутится голова. Они начинают ломать какие-то части тела. Поэтому наш продукт очень необходим. Особенно людям после 40 лет. Следующий продукт, который вы тоже хорошо знаете. Это свелтфор. Но свелтфор российского производства. Он нормализует обмен веществ. Снижает массу тела. Обладает жиросжигающим действием. Регулирует аппетит. И снижает уровень сахара и холестерина. За счет чего же это происходит? За счет чего же это происходит? За счет того, что он содержит такие ингредиенты, как горциния камбоджийская. Горциния камбоджийская вообще называется трава стройности. Трава стройности. Она снижает аппетит. За счет гидроксилимонной кислоты блокирует ферменты, синтезирующие жир из углевода. И жир не превращается в углеводы, когда мы употребляем горцинию камбоджийскую. А он, глюкоза, переходит и накапливается в печени в виде гликогена. И за счет этого тормозится отложение жира в самых нежелательных местах. Мы избавляемся от неблагоприятных жировых отложений. Кроме того, горциния активирует общий метаболизм организма, ускоряет скорость обменных процессов. То есть процессы становятся как у молодого человека, ну подростка, 25-летнего человека. Тормозит выработку нейропептидов, вызывающих голод. Вот обратите внимание, то есть вот эта трава горциния, она обладает свойством тормозить выработку нейропептидов, которые вызывают у человека чувство голода. Кроме того, она стимулирует выбрать серотонинов, и человек легко переносит воздержание в миде, убирает тягу к лакому и подавляет нейрогенный голод. Потому что очень многие женщины, да и мужчины, когда у них стресс, они начинают его заедать. Вот если они будут употреблять горцинию, то такого тюния уже никогда не произойдет. Следующее, это фукус пузырчатый. Это вообще уникальные водоросли, которые в изобилии присутствуют в северных морях Российской Федерации. Наверное, не зря там заводы мы имеем сейчас. Она имеет такой зеленовато-синий цвет, покрытый такими пузырьками. Она легко режется ножом и имеет очень вкусное. Она напоминает малосольные огурчики и также хрустит на зубах. Содержит большое количество витаминов и микроэлементов. И за счет того, что она содержит полисахариды, которые называются альпигаты, она выводит токсины и даже радионуклеотиды. Попадая в желудок, увеличивается в объем вот эти полисахариды в 30 раз. Вот есть такое лечение ожирения в медицинских клиниках и в эндокринологических центрах, когда больным, которые не могут не съесть, например, сковородочку картошки, им вводят специальный резиновый такой шар, потом его надувают, и люди вот таким шаром ходят в течение нескольких дней, потому что желудок растягивается и чувство голода пропадает. Так вот, полисахариды фокуса пузырчатого, они как раз увеличиваются в размере 30 раз и создают надолго чувство сытости. Кроме того, микроэлементы, которые находятся в этой водоросли, они расщепляют жиры, эффективны при лечении заболеваний эндокринной системы, дыхательной системы, кровотворной системы, очень хорошо убирают воспалительные процессы и аллергии. Не могу не сказать немножко о хроме, потому что хром – это элемент, который необходим для нормального обмена белков, жиров, углеводов и поддержания нормальной чувствительности клеток к инсулину. Спортсменам известен эффект хрома по увеличению сухой мышечной массы. И когда люди, они даже соревнуются, кто сколько за год сухой мышечной массы наработал, и с удовольствием используют добавки с содержанием хрома, это атлеты. Кроме того, хром увеличивает работоспособность. Без хрома возникает непереносимость сахаров. То есть если в питании у человека не хватает хрома, у него возникает непереносимость сахаров, которые выражаются в тяжелейшем нарушении обмена веществ, в ходе до хрома. Хром поддерживает в норме баланс сахара в крови. Он может заменить дефицит йода. То есть если йода не хватает, то хром нужно обязательно употреблять. Он расщепляет вредный холестерин, укрепляет кости, участвует в синтезе стероидных гормонов. О чем это говорит? То есть синтез стероидных гормонов с возрастом начинает угасать. А надпочечники продуцируют эти стероидные гормоны, а их величина и их активность связаны с продолжительностью жизни человека. Чем более активные надпочечники, чем больше они в объеме, тем больше человек живет. То есть хром оказывается, участвуя в синтезе стероидных гормонов, увеличивает продолжительность жизни. И вот очень важное свойство хрома, он регулирует внутриглазное давление. Регулирует внутриглазное давление. Сейчас очень много глоукома. У нас в городе, я не знаю, как в других городах, но у нас очень много. Оперирует, оперирует, оперирует. В сочетании с витамином С, он усиливает транспорт глюкозы, хрусталику в глазах и способствует профилактике и лечению глоукомой катаракты. Ну и очень важный еще момент. Хочу поговорить о зеленом чае. Тут вот то, что написано, это все известно, вы это прочитаете. Но хочу вам сказать, что зеленый чай сейчас привлекает внимание ученых всех стран за счет того, что он содержит в большом количестве эпигаллоскотехины и катехин. Они содержатся в максимальной дозе в зеленом чае. И в настоящее время, уже в течение нескольких десятилетий, проходят клинические исследования при лечении профилактики онкологических заболеваний, рапейном склерозе, ВИЧ-инфекции, влиянии на действительность центральной нервной системы и кожи. Зеленый чай защищает организм от различных видов рака. Это доказанный факт. Особенно рака легких, рака простаты и рака молочной слезы. Исследования, которые были проведены в Национальном онкологическом институте Соединенных Штатов Америки, с использованием катехинов зеленого чая, показали, что они способны разрушать свободные радикалы прежде, чем они успеют нанести вред клеткам. Представляете? Научные исследования. Уменьшают размер опухолей и препятствуют росту и метастазированию рака. Кроме того, подавляют развитие рака груди у человека, тормозят рост онкологических клеток при раке простаты. Было показано на добровольцах исследование опухоли простаты при регулярном использовании катехинов чая зеленого со 100% до 20%. Удивительный факт, это Национальный институт рака приводит. В Италии были проведены исследования, тоже институт рака, мужчины с высоким риском рака простаты. По данным простатического специфического антигена, это как раз маркер рака простаты, давали людям с пограничной величиной ПСА по 200 микрограмм, миллиграмм катехина зеленого чая 3 раза в день и через 9 месяцев простатический антиген снизился на 17%. Это статистически достоверный результат. Удивительно, конечно. Катехина защищает кожу от ультрафиолетового излучения, препятствует раку кожи. Не зря на юге люди очень часто пьют зеленый чай. Кроме того, катехина замедляет старение кожи. В Японии уже тоже на протяжении нескольких лет проводятся исследования по рискам расстройств внимания и паники. И было показано, что регулярное использование катехина зеленого чая на 50% снижает расстройство внимания и паники. За счет того, что вот эти вещества катехины, они проходят через гемотенцифалические барьеры. Вы знаете, что гемотенцифалический барьер вообще не проницаем. А вот катехины чая проходят через гемотенцифалический барьер. И поэтому останавливают сунцию мозга. Улучшают память, внимание, то есть зрение, слух, поэтому чай. И наш продукт, это прощение, незаменимое, великолепное свойство. Кроме того, были проведены исследования при болезни айнгеймера, которая тоже сейчас нарастается, начала встречаться уже у людей, даже не пожилого, а среднего возраста. Исследование было пока проведено на животных. И обнаружено снижение на 54% образований, блокирующих мозговые клетки. Эти вещества называются бета-амилоиды. Бета-амилоиды. Это основная причина, которая приводит к болезни айнгеймера. Ну, такие как настелиновые лепешечки, которые мы видим в клетках нейроглии мозга. Их на срезах мозга очень хорошо видно. Бета-амилоиды. И вот они у животных при приеме катехина снизились на 54%. В Англии профессор Уильямсон вообще сделал сенсационное открытие в области ВИЧ-инфекции. Он доказал, что при употреблении катехина снижается риск инфицирования ВИЧ-инфекции. Приостанавливается развитие заболеваний. За счет чего же это происходит? Было доказано, что при приеме вот этих веществ, зеленого чая катехина, нарушается связь CD-рецепторов клеток с вирусами ВИЧ. А инфицирование ВИЧ-инфекции происходит всегда, когда вирус ВИЧ соединяется с CD-4 рецепторами клеток. И вот катехины в течение 5 минут связываются с 80% CD-4 рецепторов, а через 30 минут они присоединяются ко всем CD-4 рецепторам. Я присутствовала много раз на конференциях по ВИЧ-инфекции, которые проводил Покровский, на международном конгрессе по ВИЧ-инфекции и СПИД. Приступали ведущие спидологи мира и рассказывали о том, что прививки вакцины против ВИЧ невозможны. Потому что когда начали ставить прививки против ВИЧ-инфекции, которые блокировали рецепторы CD-4 лимфоцитов, оказалось, что вирус ВИЧ, он обладает уже разумом, он входил в клетки вируса герпеса, выбрасывал из них нуклеокапсид, вирус герпеса, к нему практически тропны все клетки организма человека, и инфицирование молниеносно распространялось по всему организму. А здесь ученые доказали, что катехины зеленого чая блокируют ВИЧ-инфекции, то есть это профилактика ВИЧ-инфекции и увеличение продолжительности жизни таких людей. Вот на самом деле удивительный факт, согласитесь со мной, правда? И вот отличительное отличие от продуктов европейского и российского производства. Вот посмотрите, в европейском сфилтформе был зеленый чай-порошок, а здесь экстракт, он более эффективен. И вот здесь вот как раз эти галакатехин, галат, 40 мг. Ну, при заболевании, конечно, нужно пить больше, чем 1 капсула, я вам дозу назвала, это, наверное, в 3-4 раза больше, но если это при заболевании. Фукус пузырчатый, тоже не установлена была концентрация йода, здесь йод 50 мкг. И вместо дрожжей хрома используется соль хрома. Кстати, она более эффективно влияет на сухую мышечную массу, там тем, кто занимается как раз своей фигурой. Следующий препарат это бренуфлекс. Один из любимейших препаратов, моих лично. Он стимулирует умственную деятельность, улучшает память, оказывает благоприятное влияние на центральную нервную систему, восстанавливает клетки мозга. За счет чего он это делает? За счет того, что он содержит тоже концентрированный рыбий жир. Я не буду повторяться, тем более время наше уже заканчивается. Мы проговорили об этом очень подробно. Суевый лицетин. Лицетин важен не только для клеток памяти и для когнитивных мыслительных функций и нормализации умственной деятельности. Он очень активно участвует в выработке амфетаминов, серотонина, нейропептидов, поэтому профилактирует депрессии. И способствует как раз восстановлению мембран синапса в клеток. Но он еще очень хорошо обладает выраженным гепатопротективным эффектом. Он восстанавливает клетки печени. Про генку белогу мы тоже с вами очень хорошо поговорили. Про витамин Е тоже, про бета-каротин я просто напомню, что очень много в молозии. И еще один отличие. Рыбий жир, посмотрите, увеличена доза рыбьего жира. Это очень здорово и замечательно. Мы знаем с вами, насколько это важно. Значит, активный ингредиент глицин – это вещество, это аминокислота, которая воздействует на мозговые процессы, улучшает энергетику мозга, обладает выраженным успокаивающим эффектом. И при стрессах и тяжелых заболеваниях, особенно у людей, у которых психосоматические проявления, она просто незаменима. Да и в хороший глубокий сон, улучшает зрение, слух, настроение. Генка-билоба мы тоже с вами очень хорошо о ней проговорили внимательно. Теперь еще один препарат, о котором я хочу еще поговорить – это Юниоргисмарк. Ну, это продукт, который необходим не только детям, но и взрослым, потому что там самые вкусные, все они, насыщенные жирные кислоты. Он восстанавливает, стимулирует толстую активность у детей, улучшает память, координацию движений, концентрацию внимания, способствует развитию клеток мозга. Это очень важно, потому что рождается один ребенок на тысячу талантливые, гениальные. И один ребенок на 850 с синдромом Дауна. Но почему-то мы все знаем о синдроме Дауна, мы проводим исследования на синдром Дауна, мы лечим этих детей, изучаем диссертацию по синдрому Дауна. Во многих книгах по генетике это пишется. А про талантливых, одаренных детей литературы практически нет. Так вот, давайте мы вокруг себя будем способствовать тому, чтобы дети вот эти, которые рождаются один на тысячу, талантливые, гениальные, при приеме нашего продукта, они проявляли себя быстрее. Кроме того, вот этот наш продукт, он повышает активность клеток головного мозга. И очень важно, особенно у детей, у которых есть даже минимальные, минимальные родовые травмы, активирует кровообращение мозга и улучшает деятельность мозга. Дети развиваются быстрее. Основные ингредиенты это рыбий жир, но он более чистый, очищенный, содержит высокие дозы омега-кифлот, которые играют решающую роль в развитии центральной нервной системы, особенно ребенка. Витамин Е, мы тоже о нем очень подробно говорим. Витамин А, это профилактика всех воспалительных заболеваний кожи, слизистых глаз, желудка. Витамин Д очень важен не только для омственной деятельности, но он повышает устойчивость к стрессам, к усталости. Он способствует нормализации психоэмоционального равновесия ребенка. У детей уходит плаксивость, они становятся познавательными, любознательными, улыбчивыми. Самое главное, что витамин Д участвует в образовании скелета и костной ткани. Ноги становятся красивыми, ручки становятся красивыми. Нет вот этих образований рахетических, которые мы видим у детей, которые не принимали наш продукт. А витамин Д химический, он является очень вредным препаратом и разрушает как раз капилляры клубочков почек. Какие же отличия продуктов европейского и российского производства? Это нет подсластителей. В принципе, остальное все как бы сохранили, но сам состав вот этих жиров, он, конечно, стал намного более качественным. Еще хочу сказать, что упаковка, в которую пойдет наш новый продукт, это блистера. И мне очень приятно, потому что иногда бывает, что вот когда с тобой особенно берешь мегу, она немножечко слипается. А вот когда она в блистерах, она отдельно, каждая в своем домике, она не разрушается и поэтому гарантирует индивидуальную защиту. Это очень здорово и замечательно.